Вирус западного Нила, лихорадка Денге. Правда ли, что эти инфекции грозят жителям Алтайского края? Сотни барнаульцев на сутки останутся без горячей воды из-за ремонта проблемной теплотрассы. Телефоны, шпаргалки, пересдачи. Какие результаты показали алтайские школьники по ЕГЭ? 21 человек, среди которых четверо детей, утонули в крае. Это данные статистики МЧС по региону на сегодняшний день. Всего на водных объектах с начала лета произошло 23 происшествия. Сегодня, во всемирный день предотвращения утоплений, алтайские спасатели в очередной раз предупреждают, что выбирать для купания нужно официально разрешенные места, не злоупотреблять алкоголем и следить за своими детьми. По данным статистики, утопление входит в десятку ведущих причин смерти детей и молодежи в возрасте до 24 лет. Более 90% ЧП происходит на реках, озерах, в колодцах, бассейнах. Чаще всего тонут дети и подростки в сельской местности. Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло недалеко от краевой администрации. Накануне вечером там сбили пешехода. Предварительно установлено, водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Хонда Аккорд», двигался по проспекту Ленина в сторону улицы Димитрова. В этот момент по проезжей части шел мужчина 1974 года рождения. Водитель допустил наезд на пешехода, тот скончался от полученных травм на месте происшествия. А в Бийске накануне сбили женщину с грудным ребенком. ДТП произошло на улице Яменская. 21-летний водитель не справился с управлением и наехал на пешехода 95-го года рождения. Женщина шла с коляской по краю проезжей части. В результате ДТП мама и ее ребенок, которому нет и года, получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. А тем временем медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП, в котором погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края. Напомним, страшная авария произошла 12 июля. Состояние водителя, который вез чиновника, стабильно тяжелое. 41-летний мужчина получил черепно-мозговую травму и был подключен к аппарату ИВЛ. Сейчас он дышит самостоятельно и находится в сознании под присмотром врачей. Также в больнице пока остаются двое пассажиров автомобиля «Лада Ларгус». Это 30-летняя женщина и трехлетний ребенок. Они перенесли операции и готовятся к выписке. Завтра в поселке Южный на сутки отключат горячую воду. Будут ремонтировать тепловые сети. Правда, не в рамках опрессовки. Накануне в нашей редакции обратилась жительница Барнаульского поселка и пожаловалась на сильную протечку сети в районе трассы «Здоровье». После нашего сигнала в СГК энергетики предприняли активные действия. Ну вот, видите, бежит и это бежит уже с весны. Ничего не принимается. Как бежала, так и бежит. Клубится пар, течет горячая вода. Теплотрасса в поселке Южный в районе трассы «Здоровье» дала течь сразу в нескольких местах. Местная жительница Ольга Нагаева забила тревогу еще весной. Коммунальщики протечку устранили. Вот только в одном месте. Остальные три обошлись стороной, жалуется женщина. Давление же падает. Скорее всего, трасса старая, с тех пор построена, когда Южный запустили. Теплотрасса старая, вода же бежит, давления нет. Представляете, сколько воды уходит никуда. Это же расход воды. Кто-то же за это платить должен. А платить, скорее всего, наверное, мы будем. После нашего обращения в СГК, ресурсовики выехали и осмотрели место. Оказывается, что на трубопроводе тепловой сети произошло повреждение сальникового компенсатора. 26 июля специалисты СГК начинают работы по замене неисправного компенсатора, а также устранению дефекта на теплосети. Для этого понадобится исключение горячей воды у 17,5 тысяч жителей поселка Южный на одни сутки. С 9 утра 26 июля до 9 утра 27 июля. Также в конце августа на тепловой сети в поселке Южный продолжится модернизация восстановленного участка и установка запорной арматуры на центральном тепловом пункте. Жителям поселка в этот период тоже придется потерпеть без горячей воды. Правда, уже почти трое суток. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Жители края напуганы возможностью заразиться лихорадкой западного Нила. Это заболевание переносят комары. Если раньше казалось, что эта болезнь уж точно не грозит сибирским регионам, то сейчас у эпидемиологов уже есть некоторые сомнения из-за изменений в климате. Подробнее расскажем в сюжете. Личинки, которые прогрызают кожу. Все эти делятся кадрами пациентов, которые пострадали от циркариоза. Заболевания можно встретить в разных регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. А заразиться проще простого. Всего лишь искупавший в стоячем водоеме. И уже через два часа наступает так называемый зуд купальщика. Вообще жизненный цикл возбудителя достаточно сложный. Он предполагает прохождение и через основного хозяина через птицу водоплавающую и через промежуточного хозяина моллюска. То есть все должно в природе сойтись. Возбудитель в форме личинки проникает в кожные покровы, ну по сути вгрызается в верхнюю часть кожных покровов и вызывает локальное раздражение. Потом, конечно же, он погибает. И вот процессы распада его как такового живого тоже добавляют неприятные ощущения. Самочувствие пациента быстро нормализуется и сама болезнь не несет какой-то угрозы. В отличие от лихорадки западного Нила, который тоже пугает жителей страны. Она передается через укус комара. В России об этой лихорадке знали еще в 60-х годах прошлого века. Фиксируют случаи заражения и сегодня, особенно в теплых регионах. Лихорадка западного Нила, вероятность ее заноса в нашей территории существует именно с перелетными птицами. Поэтому и считается, что наиболее эпидемически напряженными являются именно водоемы, где делают остановку перелетные птицы. Роспотребнадзор пока не фиксирует лихорадку западного Нила в Алтайском крае. Но мониторинг ведется. Врачи считают, что есть риск того, что у нас в Сибири тоже сформируется свой эпидемический очаг из-за изменений климата. И эксперты считают, что сегодня ситуация достаточно тревожная. Многие вирусы уже не экзотика. Так, до Сочи дошла лихорадка Денгей, которой можно было заразиться, например, в Таиланде. А пока вся эта зараза еще не дошла до наших широт, уже сегодня стоит опасаться того же дирофилериоза, который переносят комары. В край зарегистрированы единичные случаи. После присасывания комара под кожей формируется половозрелая особь гельминта. Ну, по-простому червяка длиной 30-40 сантиметров. Внешне выглядит он как толстая рыболовецкая леска. И вот такое образование может под кожей у человека сформироваться. И это образование способно даже к передвижению, что порой вводит в ужас и панику того, у кого это происходит. Но страшного ничего нет. Врачи знают, что с этим делать. Единственное, болезнь несет большую угрозу для собак. В отличие от человека, они могут даже умереть. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. По трем школьным предметам в крае зафиксировали снижение среднего балла ЕГЭ по сравнению с прошлым годом. При этом выросло число стобальников. О том, как алтайские выпускники 2024 справились с государственными экзаменами, помогла ли им в целом президентская пересдача и сколько среди них нарушителей, в том числе тех, кого поймали со шпаргалкой, сегодня журналистам рассказали на пресс-конференции. Пока итоги предварительные, подчеркивает замминистра образования региона. В сентябре пройдет еще одна волна пересдач. Но основной этап ЕГЭ пройден и его результаты в целом лучше, чем в прошлом году. Так, средний балл вырос по большинству школьных предметов. Профильной математики, обществознанию, биологии, физики. Последний факт специалистов особенно радует. Молодежь все больше идет в инженеры. Но без ложки дегтя не обошлось. По трем школьным дисциплинам, русскому языку, химии и информатике есть небольшой провал. Анализируется каждый ребенок, каждый класс, каждый муниципалитет, каждая школа для того, чтобы понять, не для того, чтобы кого-то наказать, а для того, чтобы понять, в чем вот эти дефициты, почему затруднения были вызваны и как эту ситуацию преодолеть. В этом году у учащихся впервые была возможность пересдать любой предмет по выбору. Вторым шансом на успех в так называемую президентскую пересдачу воспользовалось почти 1300 школьников, в том числе пять высокобальников. Тех, кто набрал от 80 до 100 баллов в основной этап экзаменов. Удача улыбнулась большинству, но не всем. Это те ребята, которые принципиально, получив 93 балла, шли на пересдачу, чтобы получить 100. Вот таких ребят было пять. Три из них пересдали на улучшение результата и два на ухудшение. Но общее число выпускников, которые показали максимальные баллы, по сравнению с прошлым годом выросло. В этом году их 63, в том числе пять человек, набравших 200 баллов и один 300. При этом немало учащихся решилось обжаловать результаты ЕГЭ. На апелляцию подали 79 человек. Трое заявления, правда, после забрали, а положительным пересмотром дело закончилось у девяти экзаменуемых. Без права какого-либо пересмотра и пересдачи в этом году остались три человека за нарушение. Двое попытались пронести телефоны, одного поймали со шпаргалкой. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Госдуме предложили запретить дворникам шуметь по утрам, а именно громко убирать снег, косить траву и вывозить мусор. По мнению депутатов, шум может стать причиной появления физиологических и психологических болезней. У жителей многоэтажек и подобные работы нужно вести с 8 утра и до 10 вечера. Что об этом думают барнаульцы, представители управляющих компаний и сами дворники, выясняла наша съемочная группа. Светлана Мисалова работает дворником уже 14 лет. Под ее шефством находятся 9 многоэтажных домов. Работы, как скажем, у дворника всегда много. В любое время года. Ну, в летнее время, что у нас сейчас? У нас трава, у нас поросли. У нас прометать асфальт. Зимой сложнее. Ну, это снег, соответственно. Это вот налить убираешь на выходах. Однако депутаты от партии «Новые люди» считают, что дворникам нужно запретить шуметь утром. А именно с 10 часов вечера до 8 утра. Речь идет об уборке снега, покосе травы и вывозе мусора. Такой законопроект инициаторы 16 июля внесли в Госдуму. Объясняя это тем, что граждане испытывают стресс из-за недосыпа. Мне, честно говоря, не мешают дворники. То есть думаете, что это как бы бессмысленно? Я думаю, бессмысленно. Я вообще считаю, что дворники очень даже необходимые. И убирать их не имеет вообще никакого смысла. Я думаю, зря. Они же выполняют свою работу. Как они будут это делать бесшумно? А время это как раз рано утром, пока еще все спят. Я думаю, что это неверное решение. Как относитесь к этой инициативе? Положительно. Почему? Ну, потому что в это время люди спят. Они могут выполнять ее с 8 до 9 утра. Мне кажется, это тоже вполне приемлемо. Дворник тоже человек, он тоже должен выспаться до 8 утра, а потом уже идти на работу. И облагораживать, соответственно, окружающее пространство. Высыпаться дворникам вряд ли приходится. По словам представителя управляющей компании, у всех дворников разный график. Некоторые могут приступить к работе и в 5 утра. Да и количество закрепленных домов тоже разнится. Но в среднем это 5-6 многоэтажек. В летний период вопросов нет, не принципиально. Зимой, когда снегопады идут, но если дворник будет приходить с 9 к 10 утра, то как люди будут выбираться из подъезда? То есть спорный вопрос, если бы мы жили бы в Сачах, но вопросов нет. Вот, допустим, покос травы, опять же. Косить траву триммером, ну, во-первых, это как бы не так просто, как кажется многим жителям. Один человек косит, ну, максимум два косит. Он покосит, ну, три двора средних, а больших вообще может быть один. По мнению Михаила Гиндина, этот закон вряд ли будет работать в нашем регионе. Люди должны входить в положение. Мы же все-таки, кто-то приходит, выполняет работу, ну, именно для кого? Именно для жильцов, чтобы им было красиво, удобно. Люди у нас же все разные. Кому-то нужно вот это, кому-то еще что-то. Всем не угодишь. В целом, зарплата у дворника не так велика, да и профессия не слишком привлекает людей. Поэтому на сегодняшний день, по словам экспертов, эта сфера испытывает катастрофический кадровый голод. Так что, если ввести запрет на утреннюю работу дворников, желающих заниматься уборкой, станет еще меньше. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле к 80-летию победы в Великой Отечественной войне отремонтируют мемориал славы. Планируется заменить плиточное покрытие, бордюрный камень, пандусы, а также в разработке проект «Часовня». Подробности расскажет Дмитрий Дроздов. Бригады строителей приступили к благоустройству мемориала славы неделю назад. Ход работ в рамках выездного совещания проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Благоустройство начали не случайно. В следующем году большая дата. 80-летие победы, а также 50-летие с момента открытия самого мемориала. В 1975 году, к 9 мая, здесь установили скульптурную группу «Прощание» и «Стеллу». Также были возглянуты щиты с рельефными изображениями в воинских атрибутах. На счетах имена почти 14 тысяч воинов-барнаульцев, павших на фронте. Мемориал славы у нас это самый главный, наверное, наш объект, который мы готовим к юбилейной дате. В следующем году у нас 80 лет победы Великой Отечественной войны. Как мы видим с вами, сейчас уже идет активный демонтаж плиточного покрытия, бордюров, поребриков и так далее. На благоустройство мемориала славы из городского бюджета выделено 45 миллионов рублей. На объекте планируется заменить плиточное покрытие и бордюрный камень, обновить пандусы, гранитные лестничные марши и провести модернизацию существующей линии наружного освещения. Также планируется провести текущий ремонт стилобата. Это общий цоколь, который объединяет сооружения. Здесь у нас будет и очищенная плитка, и стилобат, и сам памятник прощания. Буквы будут подвержены химической очистке в пантеоне. Также рассматривается вопрос о строительстве часовни на территории мемориала славы. Участники совещания осмотрели место, где она предположительно будет находиться. Сейчас прорабатываются проектные решения и эскиз. Дмитрий Дроздов. День с толком. 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 Продолжение следует...